Количество автомобилей в городе продолжает ежегодно увеличиваться, а вместе с тем растет и потребность в соблюдении правил дорожного движения, в том числе и тех, которые касаются размещения машин. К сожалению, в Дагу пилцы нередки случаи, когда владельцы транспортных средств ставят свои автомобили таким образом, что это мешает проезду других машин, включая оперативный транспорт. С июля по декабрь 2020 года было принято 150 решений о штрафе за подобные нарушения. Согласно правилам дорожного движения Латвийской Республики, если дорожные знаки и дорожная разметка не указывает иначе, то стоянка автомобиля запрещена там, где транспортное средство может помешать проезду, въезду или выезду других транспортных средств, а также движению пешеходов. В правилах также оговорено то, что машинам запрещено останавливаться и стоять в тех местах, где расстояние между непрерывной линией дорожной разметки, разделительной полосой или противоположной стороной проезжей части и остановившимся транспортным средством составляет менее 3 метров. Ответственность за нарушение в обоих этих случаях подразумевает денежный штраф в размере 8 штрафных единиц или 40 евро. Полиция самоправления регулярно получает вызовы об автомобилях, блокирующих свободное движение во дворах микрорайонов города. Особенно актуальны это проблемы зимой, в период снегопадов, когда неправильно припаркованные машины также затрудняют проезд снегоочистительной техники. Периодически уборку той или иной улицы приходится откладывать, поскольку не хватает рабочей ширины для проезда ковша. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время зимняя погода отступать не планирует, поэтому к правилам размещения автомобилей следует относиться со всей ответственностью. Автомобилистов просят не забывать, что заблокированный проезд может стоить кому-то жизни, так как медики или спасатели потеряют драгоценные минуты, объезжая транспортное средство. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Дагопилской городской думы.